Денис, приветствую тебя. Привет, привет. Очередной тандем. Наш с тобой анализы фундаментальные и технические. Собственно, делимся нашей оценкой, взглядами на рынок, который есть в моменте. Для вас находим возможности, друзья, и рассказываем об этих возможностях. Ты знаешь, вот вчерашняя торговая сессия, я даже на своем сегодняшнем брифинге подметил дежавю с тем, что было неделю назад, в понедельник, когда в прошлый раз Pfizer у нас отметились с вакциной, а сейчас у нас Moderna, и если все пойдет дальше таким образом, через неделю, через две можно ждать точно такого же прорыва якобы в поиске вакцины от AstraZeneca. И уже по вчерашней реакции было понятно и очевидно то, что трейдеры стали, наверное, более объективно, правильно, реально анализировать этот новостной фон без каких-то вот этих импульсивных, мощных решений, точнее реакций, вот как это было на прошлой неделе, когда золото, помнишь, в понедельник просело на 100 долларов. Ну, конечно. Вчера вот попытки были показать такую же динамику, там 25, по-моему, долларов в моменте такая свеча вниз, но очень быстро все выкупили. И рынок прекрасно понимает, трейдеры прекрасно осознают то, что, конечно же, колоссальный путь еще предстоит пройти от вакцины до ее практического применения. И все это время, пока этот путь не пройден, будем работать с вот этим локальным риском. Это ситуация ковидная и вероятность локдаунов, которые все выше и выше. Вот, кстати, вчера Австрия сообщила о трехнедельном общем национальном карантине, который, ну, по масштабам точно такой же, который был в начале 2020 года. В общем, Денис, тот фонд, который сейчас складывается по фундаменту, он прям благоволит отработке наших с тобой рекомендаций, которые раньше были даны на слабость индекса доллара и сохранение все-таки таких долгосрочных длинных позиций по американскому фондовому рынку. Я прям предлагаю туда перейти к демонстрации и как раз посмотрим. Так, ну, начнем мы по традиции с индекса американского доллара, который подавал надежды некоторое время назад покупателям, то есть закрепиться выше 93 пунктов. И мы с Денисом вам рассказывали, что существенно выше индекс доллара вряд ли пройдет, потому что при том фоне, который есть сейчас, ну, мало для этого возможностей. Кстати, действительно, вот по ковиду довольно интересная ситуация касательно индекса доллара. Ну, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что в Штатах ситуация с текущей обстановкой в плане распространения вируса, она ужасающая. Это, конечно же, бьет по экономической конъюнктуре, снова заставляет экспертов прочить чуть ли не глубочайшую лицессию для американской экономики. Это негативный фактор для доллара. Но, с другой стороны, если все-таки вспомнить про защитные свойства доллара, якобы в таких условиях доллар может и должен расти. Но вот эта тема с вакцинами, она как раз немножко сломала вот это мышление и позволила предположить, что если вакцина все-таки будет эффективной, то мировая экономика быстро восстановится, и экономика США тоже. А, соответственно, нет необходимости работать с защитным инструментом, сейчас с долларом. Поэтому я в сухом остатке для себя оставил, знаешь, идею того, что с долларом, с слабостью американской валюты нужно работать, опять же, все с учетом вот этих ожиданий, мер о стимулировании со стороны властей, которые мы ждем и все никак не дождемся. Очень рассчитываю, что после 14 декабря, когда вот пройдет голосование выборщиков, ситуация прояснится с именем американского президента, и прямо под конец года, перед самым началом рождественского новогоднего ралли Конгресс порадует нас вот этими стимулами, потому что у меня прям такая цель все-таки увидеть индекс американской валюты поближе к 91,5 или даже к 91 под закат 2020 года. То есть, друзья, я по тенденции рекомендую вам удерживать шорт по индексу американской валюты. Что касается главного валютного риска, евро, доллар, тоже была ранее рекомендация, только лишь покупать. Вот сейчас у нас локальная линия восходящего тренда. Можете ориентироваться на потенциальную коррекцию к уровню либо вот этой восходящей линии, либо, например, скользящей средней на отметке 137 периода. Это примерно 1,18-1,18,50. И мне кажется, что покупать евро в диапазоне вот этих 50 пунктов, это очень хороший вход на средний долгосрок, потому что, ну, как минимум, 1,20 мы еще в ближайшее время увидим. Сегодня, кстати, по экономическому календарю два важных события. Это роничные продажи по штатам в 16.30 по московскому времени, которые, я думаю, разочаруют. Там даже по прогнозам не самые лучшие показатели. Учитывая вот эту ковидную тему, я думаю, что вообще сейчас не стоит ожидать какого-то бума потребительской активности, особенно заказов на товары длительного пользования. И в 21.00 еще будет выступление Джерома Паула. И здесь вот я вернусь все-таки к индексу доллара. Хочу отметить, что как раз вот эти распродажи локальные, они могут быть связаны с тем, что сегодня Паул может анонсировать возможность дополнительного смягчения монетарной политики еще до заседания декабрьского, то есть до 14 декабря. И если вот такой комментарий пораскочит, я думаю, что трейдеры сами уже доделают дальше свое дело. И затащат индекс американской валюты вот сегодня там поближе к уровню 92.10, 92.20. Хотя, конечно же, путь предстоит пройти довольно большой. По евро в связи с этим я ориентируюсь на тест прям сегодня-завтра уже отметки 1.19. И думаю, что в следующий эфир наш с тобой в четверг будет возможность говорить о значениях, как бы, о частично отработанной такой идее. Так, ну, Денис, сегодня можно еще посмотреть пару, которую мы давно с тобой не затрагивали. Доллар Канадис, например. Сейчас котировки 1.3074, как раз находимся рядом со скользящей средней 137-го периода, это часовой таймфрейм. И я рекомендую все-таки дожимать вниз эту пару с целью на отметке 1.30. Соответственно, основная идея – это слабости доллара. Вот мы даже по часовкам видим, что как только американская валюта полетела вниз, тут же начали сбрасывать, собственно, и пару. Ставка сейчас на укрепление канадца еще обусловлена тем, что растет рынок нефти, не просто растет там чудовищный восходящий тренд, куда он может забраться еще. Не пугает рынок нефти абсолютно ничего. Но если не брать в расчет, опять же, локальные снижения сейчас, мы даже на максимум сегодня были 44.24. Все-таки верят в эту вакцину. Рынок живет, по крайней мере, нефтитрейдерами, надеждами, что дальше все будет хорошо. Я такой трейдинг все-таки не разделяю. Считаю, что нефть может показать еще распродажи. Но пока работаем с тем, что есть. Пока трейдеры верят в рынок нефти, соответственно, не нужно наставить на слабость канадского доллара. То есть в паре доллар-канадец идеальная картина для того, чтобы ждать еще большего снижения и ухода в рынок отметки 1.30. Так, ну, наверное, на этом все. Слово тебе передаю, Денис. Так, хорошо. Слово принял. Итак, значит, несколько слов как раз хотел бы сказать. Сегодня у нас такой достаточно интересный день. Для фондового рынка, потому что именно сегодня было принято решение о включении акций компании Tesla 29 декабря в индекс S&P 500. На фоне этого уже сегодня на постмаркете, после вчерашних торгов уже на более чем 13% как раз стоимость акций подскочила. Поэтому там есть свои еще нюансы касательно сброса других акций плюс самокапитализации компании. Но, тем не менее, это все равно будет для фондового рынка, я считаю, достаточно позитивный сигнал. Но единственный момент, если провести статистику касательно других компаний, которые включали индекс, то в течение следующего года они, как правило, немного проседали. Потом уже только в перспективе начинали расти. Это связано было с ребалансировкой инвестиционных портфелей, держателей акций. Так что, тем не менее, сегодня такая, я считаю, одна из наиболее обсуждаемых тем, как раз фондового рынка. Так, хорошо. Теперь касательно наших инструментов. Сейчас выскажусь тоже по этому поводу. Значит, индекс доллара. Я полностью разделяю твое мнение. Точно так же и с прошлой недели, и с позапрошлой недели. Это и, в принципе, весь текущий прошлый месяц. Я оцениваю индекс доллара на снижение. У меня цель стоит, по сути, их две. То есть, самое ближайшее, это в районе 92.10, это минимум у нас прошлой и позапрошлой торговых недель. И также более стратегически 91.50, это, соответственно, минимум 2020 года. Я планирую именно то, что индекс доллара у нас снизится, сформируют новые годовые минимумы. И поэтому у меня другого варианта нет. Я не вижу здесь вообще никаких поползновений с точки зрения покупателей, именно объективных на данный момент. Поэтому считаю, что 91.70 очень даже действительно возможно снижение. И в том числе ниже. То есть, 91.00 ровно или, возможно, еще чуть ниже тоже запросто могут дать. Поэтому я полностью разделю твое мнение тоже за снижение индекса бакса. Пару слов вот по золоту. Как раз сегодня упоминал его. Дело в том, что золото, да, действительно попыталось в понедельник провернуть финт в прошлой неделе. Но, по сути, да, уже трейдеры немножко с головой начали хорошо так кружить. И подходить более грамотно к анализу. Естественно, вот такие новостные вбросы, как правило, второй раз, они уже так не работают, как в первый. Точно так же, как и вторая волна ковидного кризиса. В принципе, не так вообще на рынках отразилась, как в первый раз. Если она вообще как-то отразилась. Поэтому я считаю, что по баксу однозначно у нас локальный рост где-то в 1910 может произойти. И затем снова коррекционное снижение. Потому что если смотреть в общем по структуре, то у нас сильнейшее сопротивление вот здесь как раз сформировано. Если скинуть вот в таком виде профиль, то мы четко увидим, что у нас вот где самое мощное накопление как раз находится. Так что я лично за локальный рост, ну а затем новую попытку распродажу устроить. Касательно евро. Вчера как раз для своих подписчиков делал вот такой анализ. От зоны, вот у нас зона покупателей была достаточно чистая. Идеальнейший буквально пункт касания с данной зоной. И продолжение движения вверх. То есть я целюсь в район 1,19,5. Это у меня стоит самая первая цель. То есть на перехай прошлонедельного максимума и движению выше к обронной маржинальной зоне. Если все это дело округлить, то получается в районе 1,19,50-1,19,75. То есть вот в этот диапазон. И раз уж сегодня я упомнил касательно канадского доллара, здесь у меня точно такие же мысли, как и у тебя, что пару будут поджимать вниз. И я целюсь на либо же обновление прошлонедельных минимумов, либо как минимум тест. Потому что с опционной точки зрения у нас самые крупные путы начинаются вот как раз в районе 1,29,45 приблизительно. Плюс по мере снижения они будут тоже отодвигаться. Поэтому в контрольной маржинальной зоне где-то на 29,15-29 ровно здесь реальная цель будет находиться. Поэтому я лично за снижение котировок канадского доллара. Так что здесь, в принципе, как по мне, все логично. Все достаточно синхронно движется и, конечно же, следует за индексом доллара. Слушай, ну действительно, американская валюта предсказуемо сейчас снижается. Очень надеюсь, что все-таки вы, уважаемые трейдеры, друзья, на этом заработаете. Очень надеюсь, что не мудрите, не выдумывайте, не ищите позитив для него там, где его нет. Рынок очень редко вот так вот дает возможность заработать. Пользуйтесь ей в моменте сейчас. Тем более, что до конца года текущие тренды, скорее всего, еще усилятся. Не будем говорить, ну, забегать совсем вперед. Там уже на 2021 год, я думаю, придет и его время, тоже поговорим. Но пока работаем с тем, что есть, и мы с Денисом вам транслируем эти идеи. Денис, спасибо тебе большое за уделенное время. Хороших тебе торговых сессий и до следующих встреч в четверг. Пока. Супер, до четверга. Пока-пока. Супер. Пока-пока. 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 Продолжение следует...